И когда нам запретили приходить в школу, нам ясно дали понять, что вы будете работать здесь. Конечно, у вопроса возникают мои коллеги. У меня много что нам делать, какую платформу использовать, какие ресурсы использовать. У нас, скажу вам сразу, каждую неделю, а в первую неделю, чуть ли не три раза в неделю, у нас проводились спецсоветы, где нам давали четкую инструкцию, где нам объясняли, где нам говорили, какие ресурсы использовать, какую платформу использовать. Сайты обучающие, видео уроки обучающие. На самом деле информации у нас было очень много. Ее было достаточно. С выставлением оценок домашнего задания не было проблем, потому что мы уже в нашей школе более 8 лет работаем в группе сверху. Тут же мы, значит, выставляли оценки, задавали домашние задания, и в домашних заданиях мы прикрепляли сценарий урок. Сейчас расскажу о сценарии урока. Дело в том, что у нас проходила не только дистанционная форма обучения, но и электронная. Значит, чем они отличаются? Электронная форма обучения – это когда ребенок сам знакомится со сценарием урока. Этот сценарий урока, как я говорила, я прикрепляла в домашние задания. То есть ребенок заходит в электронный журнал и по ссылочке переходит в пост, смотрит этот сценарий урока, сам знакомится с темой. Там есть ли грамматика, я учитель английского языка, да, и есть ли там новая лексика. То есть все делал сам. Выполнял домашние задания ребенок сам. И также через электронный журнал высказал мне свои готовые результаты. Вот. Дистанционная форма обучения, она у нас проводилась в конкретном классе раз в неделю. То есть детей нельзя было сильно загружать. Вот. И тут уже урок вела сама Яля. Работала с платформой Zoom. Очень удобная платформа. Значит, на уроке я, когда, да, у нас начиналась конференция, я как учитель заходила в электронный журнал. С электронного журнала я переходила на такой образовательный сервис, который называется «Библиотека Московской электронной школы». Чем она полезна и удобна? Это тем, что, переходя на этот сервис, я детям тут же через Zoom, да, включала демонстрацию экрана, и у меня были готовые уроки. То есть, ну, я, естественно, заранее выбирала эти готовые уроки. Вот объясню немножко, да. Допустим, если у меня сегодня урок там в пятом классе. Переходя в библиотеку МЭШ Московской электронной школы, я в поисковике сразу там, ну, выбирала вначале фильтры, там, английский язык, углубленный уровень или базовый уровень образования, тема урока, допустим, еда и напитки, да, и у меня тут же вот сотни выходила в разных готовых презентациях урока. Эти презентации содержали объяснение там грамматики, лексики, тут могла быть песенка какая-нибудь обучающая, интересно, какой-нибудь видеоролик. То есть, все для учителя московского было уже сделано. Вот, с этим проблем не было. Вот, дальше, чтобы, ну, я не хочу вас, да, задерживать. Вот, и что я хочу добавить, да, имея столько возможностей у нас, у учителей, да, московской школы, у нас были, вот, правда, я вам рассказала наши возможности, это вкратце, да, все равно эта альтернатива, да, очному нашему образованию, ну, эта альтернатива, опять-таки, может длиться месяц, полтора, но и более. Но непостоянно. Непостоянно. Потому что минусов на самом деле много, да, все удобства есть, но, извините, а как же личный контакт, как же индивидуальный подход к ребенку, да, ну, как же это все. Дальше дети бывают, самосознательные бывают, нет, у меня были классы, где дети вообще ни разу не выходили на онлайн-уроки, и мне приходилось там классному звонить, родителям звонить, да, тоже проблемы. Вот, и поэтому, как бы, дистанционное образование хорошо, именно в период карантина, карантина небольшого, месяц у нас продолжался он в нашей школе вместе с каникулами марта, то есть полтора месяца, мы 15 мая закрыли учебный год. Вот, полтора месяца было уже много. Спасибо. Летный, просто летный год.